Рак поджиодочной железы Рак поджиодочной железы Либо осложнение основного заболевания Холангита, как я уже сейчас сказала И такой вопрос Вообще в принципе существует ли холангиокарцинома С благоприятным течением Потому что когда поступают все-таки пациенты С холангиокарциномой Мы знаем, что Как безрецидивная выживаемость Как общая выживаемость У данной группы пациентов Очень низкая И разговаривая как с пациентом как с родственниками пациентов, мы изначально уже описываем ту картину с неблагоприятным прогнозом и зачастую родственникам говорим о том, что общая выживаемость и безрецидивная выживаемость достаточно низкая у этого пациента. Когда мы говорим о холангию и карциноме, то мы имеем в виду три типа опухолей. Это внутрепечёночные опухоли, это внепечёночные опухоли и опухоли желчных протоков ворот печени, опухоли Клацкина. И если мы посмотрим на пятилетнюю выживаемость после хирургического лечения, то внутрепечёночные опухоли это 20-43%, внепечёночные опухоли это 54-62%. И перейдём непосредственно к клиническому случаю. Это пациентка 1962 года рождения. В октябре 2015 года пациентка поступает в экстренном порядке в Мариинскую больницу с механической желтухой, вызванной опухолью Клацкина. 3 ноября 2015 года ей выполняется чрезкожно-череспечёночная белобарная холангиостомия. И далее пациентка направляется в городской клинический онкологический диспансер, где 17 декабря 2015 года ей выполняется биопсия опухоли печени под УЗИ-контролем. Гистологический и иммуногистохимический диагноз звучит как холангиоцеллюлярный рак. 18 января 2016 года ей выполняется лапаротомия, правосторонняя расширенная гемегипотоктомия плюс удаление С1 сегмента печени, формирование бисегментарной раздельной гипотокоюностомы на отключённой пару петлей тонкой кишки спленоктомия, регионарная лимфоденоктомия. Гистологическое заключение и иммуногистохимический диагноз после операционного материала это внутрепечёночная холангиокарцинома G2 с наличием обширных некрозов. И в 2-8 лимфатических узлов выявлены метастазы холангиокарцинома. Далее пациентка наблюдается, но наблюдается она совсем недолго, всего 7 месяцев. И в августе 2016 года при выполнении контрольного обследования выявляется прогрессирование опухолевого процесса в виде появления метастазов в печени. 31 августа 2016 года ей выполняется биопсия опухоли под УЗИ-контролем и гистологически верифицирован метастаз опухоли Клацкина. Переходим мы к специфическому лечению. Назначается и первая линия химиотерапии по известному стандарту цисплатин плюс гемцитопин. Это схема лечения, увеличивающая безрецидивную выживаемость у пациентов с холангиокарцинома до 11 месяцев. И пациентка получает с 10 октября 2016 года по 28 февраля 2017 года 7 циклов первой линии химиотерапии. На 7 цикле химиотерапии у пациентки выраженное клиническое прогрессирование, у пациентки появляется плеврит, асцит. Пациентка отмечает выраженную слабость, появление болевого синдрома в брюшной полости. И выполняется контрольное обследование грудной клетки брюшной полости малого таза 13 марта. Диагностируется появление асцита, двустороннего плеврита и метастазов правой подвздошной кости. Далее пациентке ЭКОК-статус не позволял назначить агрессивную химиотерапию второй линии. И препаратом выбора для нее стал препарат фторофор, пероральный фтор-пирамидины. Пациентка достаточно длительно принимала его, по 400 мг два раза в сутки. Начала она в апреле 2017 года и принимала она по июль 2018 года. По компьютерной томограмме от июля 2018, а эффект был расценен на второй линии лечения фторофором, как стабилизацию опухолевого процесса. У нее периодически было плюс 11%, плюс 13%, но тем не менее пациентка продолжала получать, так как мы имели эффект, стабилизацию опухолевого процесса. Что интересно, что на фоне второй линии терапии мы у пациентки не эвакуировали ни асцит, ни плеврит. У нее произошел регресс и асцита, и плеврита на фоне второй линии лечения. И только лишь в июле 2018 года было диагностировано прогрессирование опухолевого процесса в виде появления множественного поражения печени и множественных метастазов в костях. С 27 августа 2018 года пациентке начата была третья линия химиотерапии по схеме ГЕМОКС. Сделано ей было 9 циклов, проведено 9 циклов химиотерапии с максимальным эффектом стабилизации опухолевого процесса. Далее у пациентки выявлено было клиническое прогрессирование, пациентка от лечения отказалась. И в январе 2019 года была диагностирована смерть пациентки. Если мы посмотрим на общую выживаемость данной пациентки, то она составила 39 месяцев. Но, наверное, так в среднем и живут пациенты с холангиокарциномой, хотя общая выживаемость у данной пациентки превысила общую выживаемость у средней когорты пациентов с холангиокарциномой и составила 39 месяцев. Это первый случай пациентки с холангиокарциномой. Второй случай пациентки с холангиокарциномой – это пациентка 47-го года рождения, в которой в сентябре 2011 года было выявлено объёмное образование в печени, и 26 декабря 2011 года выполнена диагностическая ангиография печени и биопсия данного образования. Гистологически был подтверждён рост низкодифференцированной аденокарциномы, и пациентке в феврале 2012 года была выполнена правосторонняя гемогипотоктомия, дренирование левого печёночного протока по керу. Гистологическое заключение звучало как внутрипечёночная холангиокарцинома с инвазией в кровеносные сосуды лимфатические узлы без опухолевого роста. И таким образом, с диагнозом холангиоцеллюлярный рак, четвёртая стадия хирургического лечения от 8 февраля 2012 года, пациентка была направлена под наблюдением. То есть это был февраль 2012 года. Пациентка наблюдалась до июня 2016 года, 4 года. По компьютерной томограмме грудной клетки от 23 июня 2016 года выявляются множественные метастазы в лёгкие. Здесь я скажу, что у этой пациентки единственные органы, которые были поражены и по сей день тоже, это лёгкие. И пациентка, учитывая, что прошло 4 года, после того, как пациентку направили под наблюдение, ей выполняется повторная, то есть стала необходимость верификации данных образований в лёгких, и ей выполняется в августе 2016 года краевая типичная резекция нижней доли правого лёгкого, и гистологически и моногистохимически подтверждается метастаз холангиокарциномы в лёгком. Пациентка динамически дальше получает лечение и по сей день. Так, первая линия лечения у пациентки, первая линия была начата 1 сентября 2016 года, пациентка получила 8 циклов химиотерапии по схеме GP, цесплатин плюс генцитабин. Далее пациентка была отпущена после 8 циклов под наблюдение. В мае 2018 года у пациентки выявляется прогрессирование опухолевого процесса и начинается вторая линия химиотерапии по схеме GEMEX, выполняется 9 циклов химиотерапии, после чего пациентка была отпущена под динамическое наблюдение, и в марте 2019 года у пациентки диагностируется вновь прогрессирование опухолевого процесса, начинается третья линия химиотерапии по схеме FOLFIR, выполняется 3 цикла химиотерапии, и у пациентки выявляется, регистрируется сразу бурное прогрессирование по компьютерной томограмме органов грудной клетки, появляются множественные новые очаги в лёгких, и мы переходим на четвёртую линию химиотерапии, вновь возвращаемся в схеме лечения циспатим плюс гемцитабин. Пациентка получила два цикла лечения, после чего выявлена у пациентки была фибрильная нетропения четвёртой степени, тромбоцитопения четвёртой степени, анемия третьей степени. Пациентка была экстренно госпитализирована к нам в диспансер на отделении химиотерапии, мы достаточно длительно боролись с её осложнениями, пациентка лежала практически месяц. И к нашему, конечно, сожалению, после того, как мы её выписали и сделали контрольное обследование, мы увидели, что у пациентки вновь появились множественные метастазы в лёгких, новые. Таким образом, данная схема лечения, реиндукция схемы GP оказалась для неё неэффективной, и мы очень долго думали, что ей назначить, учитывая всё-таки эко-статус у неё на тот момент, после того, как мы купировали все осложнения, был один. Пациентка абсолютно нормально себя чувствовала, и мы приняли решение назначить ей пероральные второперимедины. И, о чудо, пациентка получает пероральные второперимедины по сей день, и сейчас по компьютерной томограмме грудной клетки у пациентки стабилизация наблюдается, стабилизация опухолевого процесса. Вот на этом слайде я собрала все её компьютерные снимки, наверное, наиболее значимые. Ещё раз повторюсь, что сейчас пациентка полностью всегда обследуется и делается компьютерная томограмма грудной клетки, брюшной полости, малого таза. И сейчас у неё поражение, и как только изначально было в 2016 году, и сейчас, в 2021 году, только поражение лёгких, верифицированное, напомню. Вот такая картина индолентного, достаточно благоприятного текущего заболевания, холангиокурциномы. Но, однако, мы видим, что всё-таки картина меняется, появляются новые изменения в лёгких. Пациентка в настоящий момент у неё плюс 11%, но укладывается в картину стабилизация. Но всё-таки мы понимаем, что потихонечку опухоль прогрессирует. И, видимо, скоро мы столкнёмся с тем, что нам придётся выбирать следующую тактику лечения и следующую линию лечения. Но на данный момент у пациентки с сентября 2011 года, когда мы поставили диагноз, по сегодняшний день, в 117 месяцев, пациентка живёт, получает лечение. И в этом году, в сентябре, будет ровно 10 лет, как пациентка живёт с диагнозом холангиокурциномы. Таким образом, отвечая на поставленный передо мной сегодня вопрос, миф – это и реальность холангиокурциномы с благоприятным течением, и хочу сказать, что это абсолютная реальность. Вот такая пациентка наблюдается у нас в городском клиническом онкодиспансере. Но всё-таки мы находимся на школе трудных случаев в онкологии. И в чём же сложность, в чём же трудность этого случая? Ну, для меня, как для лечащего доктора, данной пациентки, сложности будет следующая линия лечения, выбор следующего, оптимального для неё, наверное, лечения, потому что в нашем арсенале не так много препаратов для лекарственного лечения холангиокурциномы. И вот совсем недавно мы посмотрели такие мутации, которые сейчас рекомендуется смотреть и выявлять пациентам с холангиокурциномой. Это БРАФ-мутация ВИШИ-СОТ-Е, КЕР-2-НЕО и микростелитную нестабильность. У пациентки не выявлены данные мутации. Что сейчас у нас в новом лечении холангиокурциномы? Это новые молекулярные мишени в клетках холангиокурциномы, семейство факторов роста фибробластов и его рецепторов, а также изоцитрат до гидрогеназы. И такие препараты, как пемегатениб, инфигатениб и ивосидениб, они сейчас в Российской Федерации недоступны. И я хотела бы подискутировать со своими коллегами, с аудиторией, с нашими слушателями. Вот если мы выявим в ближайшее время прогрессирование процесса. Сейчас у пациентки ЭКОК-1. Что мы выберем дальше для лечения этой пациентки? Благодарю за внимание.